Правда, есть ещё один способ получить хлеб предков, это испечь его самим. На самом деле это не очень трудно. Нужно только соблюдать некоторые правила, те, которые придумали ещё наши прадеды. А для того, чтобы правильно приготовить хлеб, стоит понять, чем он на самом деле был на Руси. Хлеб всему голова. Основа питания и жизни. Ни один другой продукт не окутан таким количеством правил, обрядов, примет и суеверий. Но в начале 21 века наука смогла объяснить, почему наши предки поступали так, а не иначе. Остаётся только понять, откуда они знали это. Весь процесс сбора урожая у славян был пронизан магией. В народе верили, что в последний собранный сноб уходит жить дух поля. Такой сноб либо собирали всей деревней, либо выбирали для этого самого уважаемого мужчину. Сноб назывался дедух. Он стоял с осени до весны в красном углу. И выносили его только в мае, после посевных работ. Учёные объясняют традицию дедуха сохранением семян от прошлого урожая. А вот замешивать тесто и печь каравай могла только женщина. Казалось бы, тут всё просто. Мужик в поле, баба в доме. Кому же ещё печь хлеб? Но у наших предков был жёсткий запрет на то, чтобы мужчина вообще подходил к вашне или разговаривал рядом. Что за глупые суеверия? Но именно так и надо было, утверждают учёные. Оказывается, всё дело в гормонах. Мало кто знает, что вокруг человека есть невидимое глазу феромонное облако. Оно состоит из летучих гормональных соединений, которые выходят через поры нашей кожи. А гормоны разные, в зависимости от настроения. Когда человек зол или агрессивен, он выкидывает адреналин и токсины. На химическом уровне это облако взаимодействует с живыми микроорганизмами закваски. А они очень чуткие. Вот это газовое феромонное облако, оно входит в взаимообмен с теми продуктами, которые готовит хозяйка или хозяин. Это будет влиять на продукты питания, особенно на хлеб, особенно на квашню. Потому что дрожжевые квашни, они очень чутко относятся к гормональной составляющей человека. Чем более в человеке адреналина, тем хуже будет опара. Не зря говорили, что нельзя печь хлеб в плохом настроении. Сегодня известно, что у вспышчивых женщин много мужских гормонов, которые угнетают дрожжевые процессы. В итоге хлеб поднимается хуже. Считалось, что самый вкусный пышный хлеб получался у добрых и счастливых женщин. Вкусный хлеб наиболее получится высоким, радующим глаз, дающим легкое насыщение у той хозяйки, у которой в данный момент очень активно работает серотониновая, допаминная гормональная функция. Это гормоны молодости. Когда хозяйка пекла хлеб, в доме запрещалось шуметь и ругаться. А всё почему? Оказывается, любой звук вызывает изменения в пространстве. Сегодня учёные доказали, что определённые акустические частоты убивают некоторые вирусы. Доказано, что колокольный звон может уничтожить бактерии ТИФа. Так и наши предки заметили. Шум и ругань в доме могут навредить тесту. Это известный научный факт о том, что опара и восходящие дрожжи очень не любят резких звуков. На самом деле, повышенные ноты, любой звук, лай собаки, разбитый стакан, выстрел, крик, виск, любой резкий звук понижает опару. Она просто падает. Действительно, у хлеба есть такое понятие «испугался». Нам рассказывают, что христианский пост – чисто религиозное правило. Но мало кто знает, что периоды воздержания от мяса были у наших предков-славян задолго до прихода на византийской религии. Большинство подумает, что это происходило из чисто бытовых соображений. В конце зимы запасы провианта, вероятно, кончались и их экономили. Но после поста непременно следовал многодневный праздник, где все объедались и потребляли неимоверное количество еды. Где же логика? Оказывается, понятие «поста» есть у всех древних народов. Одна его сторона – непременный атрибут духовной практики. Большая проблема по деградации сознания связана именно с переходом на мясоедение. Это совершенно точно. Более того, когда стали одомашнивать животных определенных и питаться уже мясом домашних животных, то здесь уже совсем проблема нехорошая. А другую причину поста недавно открыли ученые. Невероятно, но периоды, когда следовало отказаться от мяса, связаны с циклами человеческого организма и всей природы. Так, когда птица шла на гнездо, зверь в нору для рождения детей от мяса отказывались. Ферментативные процессы организма выстроены таким же образом. Мы тоже должны периодически отказываться от рыбы, когда рыба идет на нерест. Мы должны периодически отказываться от мясных продуктов, от белковых продуктов, яйца, молочные продукты. Мы от этого периодически должны отказываться, дабы разгружать свой организм и организовать обновленные процессы в организме. На самом деле, из-за византийских обрядов русским повезло. Сегодня у нас две праздничные недели объедания – Масленица и Пасха, и между ними длинный пост. Это не совсем верно и хорошо для организма. Но почему так получилось? Изначально у славян, как и у всех древних народов, был праздник весеннего равноденствия – сакральный день, которому предшествовал период воздержания и молитв. Древние люди встречали приход весны, пробуждение жизни, Новый год. По нашему календарю это 21 марта. Но праздник приходился на христианский Великий пост, поэтому его перенесли почти на месяц раньше. И он утратил сакральный смысл. Этот день и назывался Масленица, а вернее Камоедица. И отмечали его не просто хлебом и солью. Помимо блинов на стол ставили пироги, меды, квасы и закуски. Тысячелетиями славяне готовили из теста и на праздник, и в будний день. Ржаной или пшеничной, на закваске. Ученые считают, что сегодня нам отказаться от хлеба, значит лишить себя генетической основы питания. Отказ от хлеба чреват нарушениям обмена веществ. Почему? Потому что у нас это был основной продукт. И естественно, обменные процессы нашего организма выстраивались эпохами, поколениями, на хлебную, на злаковую культуру пищеварительных процессов. Удивительно, но наши предки это знали. Пристрастие русских к кислому хлебу, то есть созданному на закваске, и право есть только его, оказывается, отстаивалось сбоем. Попытки сменить главный продукт в рационе целой нации не раз приводили к серьезным историческим последствиям. Это вовсе не коснулось средневекового уклада.